часто подписчики канала веселая наука меня спрашивали про метформин и как-то не было возможности объединить огромные данные по нему выходили и выходят и понятно что вышел большущий большущий обзор который задается вопросом правда ли что метформин помогает буквально от всех болезней как мумию да например времени у нас как всегда мало вперед вперед к знаниям метформин или диметилбигуанид представляет собой синтетический бигуанид который объединяет две части гуанидина в одну молекулу его развитие в качестве анти диабетического препарата может быть связано с созданием народной медицины южной и восточной европы восходящим к 17 веку когда эксперты французской сирени это одно и то же использовали его для лечения людей со сладкой мочой называется он в разных странах по-разному козлятник лекарственные вы видите козлятник аптечный галега лекарственная козья рута ну французской сирень итальянская фичина в сша называют профессор сорняк ну и так далее а историю открытия и разработку метформина для лечения сахарного диабета изучите самостоятельно а вот вам кстати рост публикации в которых упоминается метформин и сахарный диабет второго типа данные полученные из базы скопус увидите где-то с 97 года до начинается огромный интерес ученых да и огромное количество публикации до 21 года вы видите рост продолжается далее автор обзора публикуют предполагаемые механизмы и места действия анти гипергликемических эффектов метформина и здесь кстати митохондриям отводится но достаточно большая роль резюме предполагаемых эффектов метформина на функцию митохондрий и регуляцию глюконеогенных генов вы видите на экране метформин является сильным основанием и существует в виде катиона при физиологических значениях ph и как показано на этой схеме требует наличие переносчиков органических катионов для пересечения клеточных мембран биодоступность метформина составляет приблизительно 50 процентов что кстати интересно которое вследствие ограниченные формака кинетики всасывание возникающие из-за насыщения кишечных транспортеров снижается при более высоких дозах при типичном диапазоне доз от 250 до 200 до 2550 миллиграмм в день значительное количество метформина остается в желудочно-кишечном тракте и часть полезных эффектов метформина опосредуется кишечными механизмами но в то же время метформин в кишечнике препятствует всасыванию витамина b12 было высказано предположение что метформин взаимодействует с несколькими белками включая арфанный ядерный рецептор nr-4a1 для увеличения ампк уменьшение воспалительных сигналов и уменьшение клеточных роз на схеме кстати показано клеточное поглощение метформина через транспортеры и его взаимодействие на многие клеточные процессы а о пользе метформина для сердечно-сосудистой системы слагаются даже легенды сердечно-сосудистые преимущества метформина являются результатом его воздействия на несколько участков на уровне жкт до всасывания метформин усиливает высвобождение у нас с вами gilp1 а также метформин влияет на микробиоту при этом влияет также на активность контрспортера натрия это у нас с вами sglt1 и улучшает чувствительность глюкозе в целом инсулина усиливающие действия метформина помогают улучшить гликемический контроль за счет увеличения поглощения глюкозы поперечно полосатыми мышцами и кстати жировой ткани в печени метформин посредством активации ампк снижает глюконеогенез и липогенез независимо от его анти гипер гликемического действия метформин также способствует высвобождению цитокина фактора дифференцира дифференциации роста вот это gdf 15 который посредством воздействия на цены с а посредует анорексическое и предполагаемое омолаживающее действие препарата в совокупности эти действия уменьшают негативные последствия гипергликемии уменьшают окислительный стресс и улучшают эндотелиально сосудистую функцию тем самым способствовать снижению сердечно-сосудистых заболеваний улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы может также способствовать снижению риска других заболеваний включая почечные и нервы дегенеративные заболевания буквально на днях выходит крупное когортное исследование в котором приняло участие 1356 пациентов 606 из которых принимали метформин и вы видите заключение это исследование показало что метформин оказывает защитные действия на сердечно-сосудистую систему у пациентов с диабетом результаты исследования подтверждают общую применимость метформина также метформин используют для лечения и профилактики рака при этом метформин независимо от его влияния на модуляцию передачи сигналов м-тор ингибирует синтез белка и клеточный цикл улучшает гомеостаз глюкозы и подавляет эффект варбурга недавний метаанализ показал что метформин может быть полезным средством при гинекологическом раке с сахарным диабетом особенно у пациенток с раком яичников и раком эндометрия однако к безопасности и эффективности метформин у пациентов с не диабетическим раком и раком шейки матки следует относиться с осторожностью клинические данные показывают что пациенты с ковид 19 и диабет там имеют более высокую смертность что связано с уровнем глюкозы в крови также было показано что метформин и другие противодиабетические препараты снижают заболеваемость и смертность связанные с ковид 19 хотя прямого противовирусного действия метформина не было продемонстрировано как показано на этой схеме ряд анти гипергликемических независимых эффектов метформина потенциально могут уменьшить вирусную патологию самом начале авторы данного большого обзора задают вопрос неужели метформин спасает или лечит от всех заболеваний ну мы с вами видим на рисунке ну понятно что не от всех но вы видите нейродегенеративные заболевания лечит кардио кардиососудистые заболевания эндотелиум лечит рак ну многие виды рака да что-то улучшает дальше у нас с вами поджелудочная железа и жкт вы видите только все положительно репродуктивную функцию тоже улучшает мышцы и жировая ткань лучше начинают принимать соответственно сахар до чувствительность ткани улучшается как жировой ткани так и мышечные соответственно жир больше будет откладываться дальше у нас с вами противовирусные да какие-то свойства которые мы с вами рассмотрели ну в результате косвенных каких-то вещей до может улучшать и выживаемость прикове 19 соответственно при каких-то других таких подобных заболеваний в общем в общем резюме мы с вами видим на экране что же мы с вами видим что вы действительно метформин помогает ну понятно что не от всех болезней конечно но от основных от крупных таких заболеваний рак сахарный диабет даже что там с ковидом до положительно какие то есть результаты в общем налетай покупай если вам понравился не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичные а главное научные темы все пока пока